Здравствуйте, уважаемые гости! Компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре, точнее на одном из циклов вебинаров, которые посвящены работе с бухгалтерией, один из бухгалтерии предприятия, различных ее модификаций. Семинар буду вести я, консультант-аналитик Гардашева Галина Евгеньевна, и мы будем рады ответить на ваши вопросы. Желательно их задавать в письменном виде, потому что в этом случае у нас будет больше времени для того, чтобы более подробно ознакомиться с вашим вопросом и более подробно ответить. Итак, наша сегодняшняя программа посвящена тому, с чего начать первые шаги, так сказать, в заполнении и освоении программы. Вебинар наш будет построен таким образом, что сначала картинок привычных нам слайдов будет очень немного. Я в основном буду показывать все на программе, и мы с вами последовательно пройдем этапы, которые необходимо провести при начале работы. Остановимся немножко поподробнее на настройках первоначальных, то есть сведения об организации, об учетной политике, об особенностях налогового учета и так далее. Посмотрим первые шаги работы с денежными средствами и посмотрим дополнительную помощь, которая существует в программе именно для начального этапа, и какие существуют у нас помощники экспресс-проверки. Итак, начнем мы. Еще одно уточнение показывать я вам буду сегодня на бухгалтерии Корп. То есть это самая расширенная конфигурация для того, чтобы можно было показать и рассказать обо всех возможностях. Хочу сразу немножечко экскурсии, так сказать, в семейство бухгалтерий. То есть на самом деле бухгалтерия предприятия – это в основном бухгалтерская программа для бухгалтеров, но также в ней присутствует небольшой блок введений для руководителя, то есть это в виде отчетов сформированных, возможность ввести зарплату и кадры, правда, немного в усеченном формате. В усеченном – это значит, что бухгалтерия позволяет формировать проводки по начислению заработной платы, соответственно, начислению налогов, удержания и так далее. Не позволяет конфигурация рассчитывать более сложные схемы, то есть, например, не позволяет делать расчет по нарядам, не позволяет рассчитывать средний заработок и рассчитывать на небольшое количество людей, имеется в виду сотрудников. Существует бухгалтерия предприятия «Базовая версия», которая позволяет ввести только одну организацию, бухгалтерия «Проф», которая позволяет ввести несколько организаций и более расширенный вариант учета. И, соответственно, существует бухгалтерия «Корп», в которую добавлены очень интересные разделы, такие как работа с госзаказами, возможность ввести учет по обособленным подразделениям, которые имеют самостоятельный баланс или не имеют самостоятельного баланса. То есть, на этот случай предусмотрена работа с несколькими налоговыми инспекциями разных регионов. И плюс есть очень интересный раздел – это диспетчеризация. Мы немножко пробежим потом, в самом конце пробежим по этим подразделам, для того, чтобы было понятно, какие возможности они предоставляют пользователям. Ну, начнем мы с, так сказать, общих настроек, которые, в общем-то, во всех этих конфигурациях практически однотипны или, во всяком случае, очень похожи. Бухгалтерия – это, наверное, одна из самых популярных конфигураций, которые существуют, потому что она позволяет ввести учет некрупных предприятий. То есть, для холдингов она, конечно, не подходит, потому что у нее более ограниченные возможности. Но для небольших предприятий она очень удобна, очень информативна и позволяет решить все основные проблемы, с которыми сталкивается предприятие численностью, ну, например, до 50 человек. Сразу хочу уточнить. При всей удобности, всей комфортности и функциональности конфигурации, конфигурация семейства 1С очень требовательна к первоначальным настройкам. То есть, если мы не заполняем какие-то данные, ну, например, карточки основных средств или номенклатуры, или еще в каких-то справочниках, то этим самым мы отключаем целый блок аналитики, что обычно бывает до слез жалко, особенно когда начинаешь анализировать работу предприятия, финансовые результаты и так далее. Поэтому начнем мы сначала со строения конфигурации. Конфигурация может быть в разных интерфейсах. Это выбирается путем настроек. Есть наиболее распространенная конфигурация, наиболее распространенный интерфейс такси. В этом случае все вот пункты меню, которые мы с вами видим в верхней панели, располагаются сбоку, с левой стороны. Функционал при этом не изменяется. Это расположение только касается расположения именно названий разделов. Итак, во всех бухгалтериях имеется меню настройки или настройки и администрирования, то есть НСИ и администрирования. НСИ в этом случае это аббревиатура, которая расшифровывается как нормативно-справочная информация. То есть в программе есть и вшитые справочники, и те, которые нужно регулярно обновлять, ну, например, как ставки валюты. И есть подсказки, то есть то, чем можно воспользоваться, особенно на первых парах. Начнем мы с вами с меню настройки. Если мы открываем этот раздел, то у нас появится сейчас достаточно большой список. Извините. Достаточно большой список. Первоначально программа открывается на начальной странице, и здесь выводятся основные сведения, то есть по денежным средствам, по долгам, кому должны мы, кто должен нам, основные сведения по продажам, и немножко управленческого, так сказать, управленческой информации. Это задачи, то есть, например, дата уплата налогов, сдача отчетности и так далее. И есть раздел методическая поддержка. То есть если вы совсем не сталкивались раньше с такими программами, то здесь вы можете найти достаточно много интересной информации, начиная от того, как вести учет, то есть методические указания по тому, как работать с какими-то отдельными блоками. Ну, например, вот можно более подробно посмотреть про характеристики программы, про какие-то конкретные операции, с которых начинается учет. Обычно это идет работа с денежными средствами, это раздел учет денежных средств. Обычно это складские операции, то есть прием, оприходование и реализация товароматериальных ценностей. Если в вашей компании есть производство, то тоже это выделено в отдельный блок. Соответственно, все программы очень... Все программы имеют достаточно большой блок, который можно брать с ИТС, то есть информационно-техническое сопровождение. При покупке программы бывает, что предоставляется определенный срок для бесплатного пользования, потом подписка на ИТС предоставляется на 12 месяцев, и потом она продляется. То есть если вы не подписаны на ИТС или просрочили подписку из стекла, то в этом случае обновление или какая-то другая информация с диска ИТС вам недоступна. Диски ИТС могут быть тех и проф. Значит, если вы подписчики ИТС проф, то на этом диске располагаются некоторые сервисы, которые вы можете использовать бесплатно, пока действует ваша подписка. В числе таких сервисов очень удобные сервисы, комфортные, это проверка контрагентов. В нашем случае она важна тем, что при заполнении сведений про контрагента мы можем по ИНН, например, заполнять не руками, а закачивать автоматически сведения про контрагента, точные и без ошибок, то есть его наименование, адрес, коды, ну, то есть всю информацию, которую обычно приходится вводить руками, если этот сервис не используется. Если вы подписчики ИТС техно, то эта дополнительная возможность предоставляется уже на платной основе, то есть это порядка 5 тысяч на год, не очень большие деньги, но зато позволяет не допускать ошибок при введении контрагента, сразу проверять действующий контрагент или нет, ну, то есть немножечко страхует от рисков, и значительно облегчает жизнь тому, кто работает с вводом справочной информации. Еще здесь есть, если вот посмотрите на панель, есть поддержка и справочная информация. То есть главная страница – это то, что мы с вами видим, предприятие. 8 – это обзор решений, которые можно использовать при работе с программой. Этих решений очень много. Это и, ну, например, такие, как учет автотранспорта, учет договоров, работа со складскими модулями. Ну, то есть достаточно большой перечень и позволяет применить эту конфигурацию к самым разным отраслям бизнеса. Обучение – это, собственно, перечень форм курсов, справочников методической литературы, где вы можете пройти это обучение и другая информация, которая касается именно обучения, работы с программой. Поддержка – это сам диск ИТС-сопровождение, то есть информация, которая является, предоставляется подписчикам ИТС на диске, а может быть интернет-поддержка, но, опять же, достаточно много другой. И справочная информация – это то, что вносится в справочники на регулярной основе, то есть нормы командировочных, ставки валют и так далее. Обратите внимание на этот раздел, потому что особенно на первых порах он бывает очень полезным. Есть еще вот такой замечательный помощник, как путь водителей. В программе их несколько. Обычно при установке новой базы устанавливается еще и демо-версия, то есть это конфигурация, которая заполнена какими-то уже готовыми справочниками, документами, наиболее распространенными, для того, чтобы можно было посмотреть, потрогать, самому попытаться что-то сделать. Ну и плюс в ней достаточно большой блок того, что помогает запустить программу. То есть, как видите, это и достаточно наглядно, и достаточно информативно. То есть, допустим, операции по банку и по кассе включают в себя практически весь ассортимент таких операций, может быть, исключая какие-то только экзотические, типа валютных, то есть тех, которые встречаются достаточно редко. По ходу нашего вебинара я покажу вам, откуда запускается этот путеводитель, но на самом деле можно попасть в него и таким образом, как только что сейчас мы с вами сделали. Итак, это мы с вами были на начальной странице и в блоке «Методическая поддержка». Еще хочется обратить ваше внимание на то, что вот полностью перечень всех возможностей у нас предоставляется пользователям, у которых настроены полные права, потому что при настройке прав мы можем ограничить видимость как разделов учетов, ну, то есть тех, которые не предусмотрены, например, быть совершенно не нужны финансовые отчеты и финансовые результаты. Или если это сотрудник с правами по складскому учету, то есть, например, кладовщик, то, соответственно, учет основных средств, зарплата ему тоже будет совершенно ни к чему. Повторение всех справочников и всех разделов у нас есть и акты сверок, и сведения про контрагентов и возможность выставить какие-то конкретные документы. Точно так же в меню покупки у нас есть те же самые акты сверок расчетов, есть некоторые дублирующиеся документы, чтобы не приходилось прыгать из раздела в раздел, когда возникает выполнение каких-то операций и выполнение, создание документов. Раздел справочники – это, собственно, все справочники, которые применяются, то есть здесь и всем привычные контрагенты, договоры, шаблоны и так далее, номенклатура, естественно, и точно так же статьи движения денежных средств, зарплатные справочники и те, которые можно настраивать под себя, то есть виды оплаты и так далее. Еще очень важно изначально активировать производственный календарь, потому что на него, по умолчанию, это у нас Российская Федерация, на этот производственный календарь завязаны многие процессы в зарплатном блоке, то есть зарплата и кадры при расчете, например, отпускных, средних заработков, рабочих и праздничных дней опирается именно на производственный календарь. Итак, начнем мы с вами с администрирования, поскольку мы уже предположили, что наш пользователь имеет этот раздел будет видеть. Значит, здесь задаются общие настройки, то есть те, с которыми программа начнет работать и которые в последующем, ну, практически достаточно редко меняются. Значит, первое – это функциональность. Если нам не нужны какие-то блоки, то есть вы, например, не хотите использовать какие-то из перечисленных здесь возможностей, вы можете просто выбрать не полную функциональность, а либо выборочную, либо основную. И, соответственно, если, например, вы не ведете комиссионную торговлю, внешнюю торговлю, там, обязательную маркировку и так далее, то вы можете эти блоки не использовать. Обратите внимание, что в программе есть очень интересный блок, интересная возможность, если можно так сказать, она, в общем-то, уникальная. Это возможность включать и выключать функционал определенных разделов. То есть, например, в организации вы можете, если ставите флажок, вести учет по нескольким организациям, по нескольким юрлицам и использовать полный интерфейс. То есть, в этом случае не надо, как было, например, в предыдущих конфигурациях в семерке юрлицо делать отдельную базу. То есть, мы все можем вести именно, так сказать, под одной крышей. При работе с сотрудниками нужно определиться, будем ли мы с вами вести кадровые документы или кадры будут отдельно вестись специалистами. Ну, может быть, у вас есть какая-то специализированная именно кадровая программа. Будут ли использоваться совместители и будет ли использоваться возможность работать с договорами гражданскоправового характера. То есть, если это все в вашем случае применимо, то, соответственно, здесь нужно проставить флажки. Я совершенно намеренно начинаю с конца этого списка, потому что это основополагающие настройки, которые, в общем-то, необходимо установить для того, чтобы начать работать. Начать работать можно двумя способами. Можно сначала настроить справочники, настроить структуру компании, настроить основные данные, то есть, задать функциональность, выбрать интерфейс и так далее. Можно задать основные, без которых нельзя начать работать и потом по ходу работы с документами дозаполнять какие-то дополнительные, дозаполнять какие-то справочники и информацию, которые ввели первоначально. это заполнить, но он требует определенного понимания и, скажем так, сноровки, потому что не всегда по ходу заполнения документа, если человек не сталкивался с конфигурацией 1С, можно заполнить. Ну, естественно, второй вариант это когда вы уже работали в какой-то конфигурации и вам перенесли из нее начальные данные, то есть, какие-то справочники уже существуют, например, номенклатура, контрагенты и так далее. В этом случае все-таки я бы рекомендовала сначала пройтись по этим справочникам и посмотрите, насколько они заполнены, потому что если не заполнены какие-то данные, например, по номенклатуре, то, соответственно, программа будет или спотыкаться, или аналитика не будет работать, ну, то есть, не будет хватать данных для анализа операций и могут быть ошибки. Главное мы с вами посмотрели, сотрудники организации, это мы тоже посмотрели. Возможность работать с производством, это опять же, учитываем ли мы готовую продукцию, выпуск готовой продукции, ну, если нет, то, соответственно, флажков здесь мы ставить не должны. Дальше, какая торговля в нашем случае предусмотрена, торгуете ли вы товарами с обязательной маркировкой, в этом случае здесь будет, естественно, все отмечено и тогда при отметке флажками появляются дополнительные разделы аналитики, дополнительные средства работы с программами. Ну, вот, например, можно показать вот такую картинку, то есть, это новые товарные группы для обязательной маркировки, которые сейчас мы обязаны применять и, соответственно, если мы проставили учет, вести учет маркируемых товаров, то нужно выбрать, чем конкретно мы будем торговать, к какой группе относится наша продукция или наши товары. Вот такие интересные подсказочки, это, собственно, скриншот из методического блока, то есть новинки, которые появились в последнем релизе. там есть перечисления, есть ссылки и плюс помощь, что это значит, где это найти и для чего это нужно. Заполняем сведения про свою организацию или несколько организаций. Если у вас не было переноса из других конфигураций, то это можно делать ручками или при использовании дополнительного сервиса проверка контрагентов, в этом случае он очень помогает, потому что вместо того, чтобы заполнять все поля, то есть обратите внимание, здесь достаточно много всего, вместо того, чтобы заполнять это ручками, мы вводим только ИНН и дальше заполнять реквизиты по ИНН. В этом случае заполнится вся информация, которой сейчас здесь нету, и мы уже будем абсолютно уверены, что мы нигде не ошиблись, мы ничего не напутали и так далее. Хочу обратить внимание еще на такой момент. В конце большинства строк стоят вопросительные знаки. это дополнительная информация, которая касается конкретной строки или конкретного вот именно этого справочника. Если я здесь нажму подробнее, то я попаду вот в такой в данной строке, это именно вот эта картинка с определением последовательности и что это обозначает, то есть где применяется, для чего и так далее. Это на самом деле очень удобный сервис и им стоит пользоваться. То есть в этом случае мы себе достаточно облегчаем жизнь. Следующим пунктом для заполнения это мы возьмем параметры учета. Настройка плана счетов, но в случае если у вас существуют какие-то именно у вашей организации дополнительные субсчета или что-то отличающиеся от стандартных операций вы можете заполнить здесь. Значит если мы выбираем например учет движения денежных средств по расчетным счетам и статьям движения денежных средств, то значит в этом случае у нас это будет касаться операций, которые вот перечислены ниже. то есть если скажем так внимательно относиться к каждому справочнику, который вы заносите, то здесь достаточно подсказок и достаточно того, что нам необходимо для первых шагов. Сроки оплаты покупателей сразу хочу оговориться, если здесь у вас не выставлены данные, не выставлены данные, то есть подсказочка, что это обозначает. То есть например, если срок оплаты долга покупателей у нас не выставлены, стоит ноль дней, то в этом случае вот подсказочка, что это значит. И есть отчеты, в которых можно посмотреть задолженность просроченную, задолженность еще не просроченную, но уже возникшую и так далее. Ну соответственно это то, что мы задаем вот в этом разделе применительно ко всей конфигурации. Настройки зарплаты тоже достаточно несложно. Эти настройки в предыдущих релизах, в предыдущих версиях, вернее извините, не релизах, обычно располагались в меню сервис и там уже происходила их настройка. Кроме этого, настройка печатных форм, это уже в случае, когда вы освоились, когда вы себя уверенно здесь чувствуете, это возможность применения фирменных бланков и каких-то логотипов или ну, говоря, любой информации, которую вы считаете нужным, размещать на бланках документов. Подключаемое оборудование настраивается в случае, если вы используете, например, сканеры, штрих-кодов, весовое оборудование, ну, возможно, какое-то еще торговое оборудование, то вот здесь создается рабочее место и указывается конкретное оборудование, которое применяется для данного рабочего места. Очень интересный блок, это интеграция с обязательными программами, ну, например, ЕГАИС, ГИСМ, то есть программами, которые ведут эмиссию марок при обязательной маркировке товаров. Собственно, все остальное, что здесь перечислено, это, так сказать, не жизненно необходимое, но вот эти блоки, то есть интеграции, получения данных, обмена с контролирующими органами, лучше, чтобы вы настраивали с помощью IT-специалистов или специалистов, которые являются дистрибьюторами, дилерами именно этих блоков. Есть возможность загружать данные, то есть это для всей конфигурации, из внешних файлов. При этом не только экселевские файлы, это и PDF-формат и многие другие. Это очень удобно, особенно для коммерсантов, потому что позволяет загружать, например, и коммерческие предложения, и прайсы посторонних организаций, также рассылать свои прайсы, то есть облегчает ручной труб. После того, как мы настроили основные параметры, можно приступать к дальнейшей работе, то есть работа уже с документами и из документов заполнять недостающие справочники, недостающие информацию. Хочу обратить внимание, прежде чем мы перейдем к конкретным документам, нам необходимо настроить очень важный момент, это ввести учетные политики. Значит, на странице главное у нас есть возможность ввести данные про организацию, налоги и учетную политику. То есть это уже более тонкая настройка, потому что та же учетная политика касается конкретно каждого юрлица, то есть не всех вместе, которые вы будете вести в этой базе, а касательно каждого отдельного и конкретного юрлица. Ну и также персональные настройки, это в принципе больше именно функция для комфорта, чем необходимость, ну тоже можно настроить для более комфортного, так сказать, пребывания в этой конфигурации. мы с вами начнем со сведений, которые касаются организации, и я хочу еще показать вам, то есть это у нас меню главное, где собрана основная информация, с которой пользователь сталкивается при начале работы, которую нужно настроить. но у нас также есть раздел справочники, в котором можно часть из этого массива заполнить. Начнем мы с вами заполнение со сведений про организацию. Это очень важный момент, потому что данные про организацию на самом деле складываются из разных источников, то есть например это сведения из статистики про коды, коды АКВЭД, коды АКПО, ну то есть коды, которые позволяют определить чем занимается ваше предприятие и чем занимается каждое подразделение. Обратите внимание у нас то, что мы видим сейчас на экране это журнал, в котором перечислены все наши юрлицы, с которыми мы работаем. И есть такой флажок использовать как основную. Если я выделяю например, ставлю флажок на какую-то организацию, хочу, чтобы вот эта организация у меня была основная. в этом случае здесь появляется отметочка. Но что это значит на практике? Это значит, что при создании документов каких-то новых, ну например, я хочу ввести там поступление товаров или расходование денежных средств, ну не важно какой документ я создаю, при этом в шапку документа по умолчанию будет подставляться та организация, которая используется как основная. Я могу поменять, это удобно, если, например, какие-то ну требуется проработать с одной организацией, требуется проработать, например, финансовую отчетность или еще что-то, чтобы каждый раз при формировании, например, бухгалтерских документов, оборотно-сальдовой ведомости или там начисление зарплаты не выбирать из списка организации нужную, то есть не тратить дополнительное время. Можно отметить эту организацию как основную и в этом случае в создаваемые документы и отчеты она будет подтягиваться по умолчанию. Итак, если мы переходим в справочник самой организации, самого юридического лица, кроме того, что вот мы видим на экране с вами сведения, которые надо заполнить про саму организацию, про само юридическое лицо, есть еще верхняя панель меню, где достаточно много информации. Основная информация, которую следует при начале работы ввести, это естественно ИНН в первую очередь, потому что на ИНН завязано достаточно много другой информации, и учетная политика, ну естественно подразделение, то есть структура организации, сведения об организации, структура организации, и учетная политика. Регистрация в налоговых органах предусмотрена для, допустим, БПКОРП, для различных подразделений, для того, чтобы в них уходила отчетность, которая предусмотрена для такой ситуации, то есть, например, НДФЛ, еще какие-то налоги, если идут местные, ну то есть тот налоговый орган, на территории которого расположено данное подразделение. Ну и естественно банковские счета, потому что они будут подтягиваться тоже во многие документы, ну например, в платежные поручения и так далее. Если у нас не используется помощник проверка контрагентов, то данные лучше всего заполнять ручками. Хочу сразу обратить внимание вот на первые три графы, которые стоит заполнять. Если это индивидуальный предприниматель, то соответственно здесь заполняется фамилия, имя, отчество с заглавной строки и так далее. Если это не индивидуальный предприниматель, а например, какое-то юрлицо, то в этом случае очень часто бывает, что если сначала не разобраться про строение, то мы себе в последующем отрубаем возможность поиска по алфавиту по первым буквам. То есть сокращенное наименование, полное наименование и наименование в программе. Чем они отличаются? Полное наименование указывается в документах, в официальных документах, в печатных формах. Ну, например, в счет фактурах, в счетах на оплату и так далее. То есть вот в этой графе мы видим то, как это будет отражено в печатной форме. Сокращенное наименование тоже достаточно широко используется. Если я сомневаюсь, для чего оно нужно, то вот я могу посмотреть по вопросительному знаку, для чего и где это будет. А вот наименование в программе конфетпром в этом случае не указываются ни кавычки, ни организационно-правовая форма. Указывается только само наименование, причем без пробелов, без каких-то дополнительных знаков, которые программа воспримет как название. И вот это наименование в программе мы будем видеть в журнале контрагентов, например, в данном случае, поскольку мы контрагенты или организацию смотрим, и в журнале мы с вами можем использовать поиск по первым буквам. То есть если у нас стоит ООО, то мы будем искать, если контрагентов особенно много, то мы будем искать нашего контрагента по ООО, пока не состаримся. А если у нас вот как показано на экране, то есть по первым буквам алфавита, то достаточно набрать буквы и программа выберет то, что требуется. Вот такой внутренний поиск есть очень во многих журналах, практически во всех и сведений про организацию здесь заполнили все правильно, то в этом случае у нас очень легко и быстро можно искать контрагентов, даже если они имеют внешне похожие наименования, ну например там БАУ-Центр, БАУ-Центр плюс, БАУ-Центр минус, ну не важно какая, какие наименования, все что будет начинаться например с БАУ, мы увидим в журнале отфильтрованно по первым буквам. После наименования можно указывать уже ООО, АОО, там например еще что-то, ну то есть уже любые другие подробности. Еще раз повторюсь, если мы ввели ИНН и у нас есть возможность работать с сервисом проверка контрагентов, то в этом случае заполнить реквизиты по ИНН нам даст возможность не тратить время на заполнение адресов, телефонов и так далее. Что хочется сказать про адресный классификатор? Практически во всех конфигурациях, которые сейчас используются, применяется ФИАС. Раньше применялись КЛАДРЫ. Можно загрузить справочник КЛАДРОВ, но обычно или ФИАС, но обычно он занимает достаточно много места и это не всегда целесообразно. ФИАС используется, например, при заполнении больничных листов, то есть там указывается адрес и кодировка в системе ФИАС. После заполнения основных данных мы обязательно должны не забыть про такие синие сносочки. Это система налогообложения. в нашем случае сейчас у предприятия написано общее, то есть это значит предприятие применяет общую систему налогообложения, то есть работает с НДС и соответственно использует полный баланс. Можно, если предприятие работает, например, на какой-то конкретной другой системе, то можно ввести сведения про упрощенку, позволяет ввести упрощенку и доходы, и доходы минус расходы. Ну и если какие-то дополнительные отчеты и налоги применяются, то вот здесь мы можем выбрать что. При этом есть подсказочки, что работает, что не работает, что уже принято или наоборот, что, например, по транспортному налогу мы теперь не сдаем декларацию, то есть вот видите, здесь есть подсказочка, что с 1 января декларации по транспортному налогу не сдаются, ну и собственно масса другой полезной информации. Попутно, ну вот конкретно по транспортному налогу в этом разделе мы можем заполнить сведения про транспортные средства, то есть какие у нас есть автомобили, если они есть на предприятии, сведения про сам автомобиль, в этом случае здесь есть подсказочки, что, например, автомобили легковые и перечень кодов, которые следует выбрать, все сведения из технического паспорта автомобиля и самая основная мощность и экологический класс, то есть здесь вводится вся информация, которая помогает заполнить, помогала заполнить транспортную декларацию, но поскольку она сейчас не используется, отменена, то в декларации как бы надобность отпадает, но тем не менее достаточно и других разделов и отчетов, где это, эти сведения используются, ну то есть несмотря на то, что декларация отменена, пока камень еще налоговая не рассылает сведения по начислению транспортного налога, кроме физических лиц, то есть как бы в ожидаемом будущем это произойдет, но пока еще не освободили от расчета и уплаты налогов. Это именно иллюстрация к тому, что каким образом можно по ходу настраивать вот разные справочники. Теперь коснемся учетной политики. Значит, будем считать, что мы заполнили здесь все сведения и переходим к учетной политике. Учетная политика создается, если брать положение по бухгалтерскому учету, то создается в случае, если предприятие изменяет систему налогообложения, то создается новое. И в случае, если мы первый раз вводим сведения об организации, то, естественно, учетная политика тоже должна быть заполнена. Во всех остальных случаях, обратите внимание, вот как здесь мы видим журнале, что у нас первая учетная политика была заполнена в 2016 году, потом в 2020 году и уже в следующий раз мы перешли на 2021 год, то есть тоже вносили какие-то изменения. Просто так каждый год вносить записи об учетной политике, если никаких изменений не было, не требуется. Значит, учетная политика позволяет, кроме того, что задать данные для работы в конфигурации, она позволяет еще и вывести печатную форму, причем не только печатную форму самой учетной политики, но и так сказать вокруг нее, то есть административные документы, которые должны сопровождать учетную политику, то есть это приказ об учетной политике, учетную политику саму по себе, рабочий план счетов, формы первички, образцы регистров и то же самое по налоговому учету, то есть учетная политика по налоговому учету, регистры налогового учета, то есть практически весь комплект печатной документации привязан вот к этому пункту учетной политики, которая располагается в карточке организации и позволяет так сказать решить все проблемы с требованиями и аудиторов и других проявляющих и банков, то есть тех, кто обычно эту информацию запрашивает у организации. В учетной политике нужно обратить внимание на следующее. Значит, если у нас учетная политика упрощенная, УСН, соответственно, доходы минус расходы или просто доходы, в этом случае способ оценки МФЗ в 90% случаев по ФИФО. Поскольку это кассовый метод учета, то мы выбираем ФИФО. Если сомневаемся, у нас есть подсказочка вопросительный голубой знак и подсказочка когда будет только ФИФО, когда могут быть вариации. Если это общая система налогообложения, чаще всего выбирается по средней. Существуют конечно некоторые исключения, но это уже чисто финансово-административно так сказать. То есть не технические, не те, которые для программы. Уже достаточно давно не используются такие методы оценки, как например ЛИФа, учет товаров в рознице. Ну соответственно, если у вас розничная торговля, вы выбираете здесь, например, по стоимости приобретения, то счет учета затрат у вас соответственно будет 44. Если у вас это производство, то там 20, 25, 26 и так далее. То есть здесь вы задаете все основное, что касается вашего предприятия. Хочу остановиться на знаменитом 18 ПБУ. то есть здесь конфигурацию включена возможность выбирать. То есть одна из новых методик, которая применяется практически всего два года, это балансовый метод. Почитать про него можно очень много, начиная от всяких гадостей, кончая тем, что о, наконец-то как здорово. Подсказочка вот у нас есть, можно по ней перейти и поподробнее прочитать про этот метод. Ну, соответственно, если он вам подходит. Если нет, то выбирайте то, что уже у нас традиционно затратный метод, или если не ведется, ставим флажок не ведется, и если все-таки засомневались, читаем вот в чем разница. И выбираем форму бухгалтерской отчетности. Если предприятие относится к малым, можно посмотреть в статистике по своим ИНН, АКПО и так далее. То есть, по своим кодам можно посмотреть, относится ли ваше предприятие к малому бизнесу, может быть, к микробизнесу и так далее. То есть, если вы относитесь к малому, то вы можете выбрать вот этот пункт для малых предприятий. В этом случае формируется упрощенный баланс и форма номер два. Если полный, то, соответственно, полный баланс, развернутый со всеми шестью формами приложения и пояснительной записки и так далее. Ну, если это некоммерческая организация, то, соответственно, выбираем для некоммерческих организаций, тогда форма отчетности тоже будет немножко другая. Отличие от предыдущих версий конфигурации это еще и вот эти вот кнопочки записать и закрыть, записать и так далее. В отличие от привычных нам окей и записать. Хочу обратить внимание вот на эту подсказочку, которая у меня все время вылезает. То есть программа запрашивает, чтобы мы ввели сюда сведения о своей подписке на портале ЭТС. Значит, здесь касается не только того, что это мы подключили вот эту интернет-поддержку, то есть это постоянный обмен информацией с порталом и соответственно подсказки, что, например, вышел новый релиз там с такими-то новинками, вам стоит обновить или еще какая-то информация. Достаточно при начале работы здесь ввести свои логины, пароль. И в этом случае можно будет, ну, во-первых, уже не отвлекаться на подключение интернет-поддержки, то есть она будет автоматически обмениваться информацией. И, во-вторых, иметь, так сказать, руку на пульсе, то есть постоянно видеть, если вышли новые новые релизы, чем эти релизы отличаются друг от друга и так далее. Но поскольку у нас демонстрационная база, то естественно я этого не делаю и поэтому вот эта подсказочка все время выплывает. Типа облегчите себе жизнь. Значит, после того, как мы закончили с учетной политикой, я напишу нет. Подразделение, ну, например, если у вас небольшое предприятие, подразделение можно не заполнять, это может быть одно подразделение, которое не имеет ни отдельного баланса, не находится ни в другом месте. то есть можно. В этом случае по умолчанию создается основное подразделение и используется, в общем-то, чисто для заполнения. Ну, вот как в моем случае. Поэтому особо я на этом не останавливаюсь. Точно так же, как и в других журналах, его можно, если подразделений много, то можно какой-то из них использовать как основной. Принцип тот же. Нажимаем использовать как основной, в этом случае здесь у нас появляется флажок и, собственно говоря, дальше уже при формировании документов мы либо выбираем, либо основной подтягивается по умолчанию. И экономит некоторое время при заполнении документов. Банковские счета. Если, например, моделируем ситуацию, что предприятие только создано, только зарегистрировано и мы купили программу, вносим данные, то банковских счетов может и не быть на данный момент. То есть, еще не открыли счет в банке. Но если открыли, то, естественно, уже заполняем информацию, вводим сведения про банк и вот здесь хочу еще остановиться на таком важном моменте. Значит, например, вводим сведения про расчетный счет. То есть, естественно, вводим, это у нас тоже справочник, справочник банков, он подгружается, можно подгрузить его из интернета или при обновлениях релиза или на главной странице может быть предупреждение, что внесены изменения в справочник банков, проверьте, то может быть это именно тот банк, с которым вы работаете. Значит, справочник банков, я просто покажу структуру, достаточно несложный, эта информация вся заполняется из справочника банков, но если вдруг захочется влезть с ручками, то можно внести какие-то исправления, но в этом случае надо понимать, что при загрузке и выгрузке платежных документов через клиент банк могут возникнуть сложности. А вот на чем хочется остановить внимание отдельно, это возможность, во-первых, подключить директ банк, то есть в этом случае изменяется ход обмена данными. В обычном порядке при работе с расчетным счетом мы создаем платежное поручение, запускаем обмен с банком, все это выгружается в файл в текст-тешном формате и потом в самом клиент банке мы запускаем тоже обмен и подтягиваем этот файлик уже в сам клиент банк. Если мы подключаем директ банк, то в этом случае обмен идет минуя транзитный дополнительный файлик. С одной стороны это бывает удобно, с другой стороны это повышает возможность ошибки, особенно если на банковских операциях сидит сотрудник не особо квалифицированный, то вероятность того, что какие-то вещи заполнены, сформированы неправильно, повышаются и соответственно из клиент банка приходят какие-то комментарии, что например платежка не принята или еще что-то. Очень важный момент, все что касается валютных банков, то есть сюда мы сведения вносим, вот видите у нас следующая запись тем, кто не часто сталкивается с банком, можно немножко подсказать, то есть вот первые цифры 40702 это код банка и код признак предприятия, а дальше идет код валюты, вот в нашем случае 810 это рубли, 840 это доллары, например 978 это евро, при работе с валютными счетами операции формируются платежные поручения, то есть обмен с клиент банком тоже происходит, но поскольку у банков немного различаются между собой платежные поручения, форма, именно форма валютных платежных поручений, то фактически этот раздел в бухгалтерии только фиксирует движение, то есть например выгрузка платежных поручений из банка из программы в клиент банк может не срабатывать, если в банке заложена немножко другая печатная форма, например payment order тоже бывает у разных банков разный, поэтому нужно учитывать, есть банки где допустим можно адаптировать, но есть большинство в которых этого нету, и последний очень интересный момент регистрация в налоговых органах, значит вот это присутствует во всех конфигурациях, но в усеченном формате, то есть если это например у нас не корп конфигурация например проф, то в этом случае регистрация в налоговых органах будет касаться самого предприятия, без возможности введения по подразделениям, если это корп, то здесь мы естественно введем подразделения по обособленным, введем сведения по обособленным подразделениям и можем ввести любое количество налоговых органов, которые нам требуются, ну например если у меня есть торговые точки, например там Челябинск, Омск, Братск и так далее, то соответственно каждое из этих обособленных подразделений зарегистрировано в своем налоговом органе и сюда нужно ввести данные. Плюс если мы сразу вносим сюда сведения, то есть вот видите реквизиты уплаты налогов и платежей в бюджет, в этом случае если я заполняю вот эти вот сведения, то у меня уже с формированием платежек не будет никаких сложностей и даже если у меня на банке сидит не сильно квалифицированный сотрудник, то это уже не будет критично, потому что я сюда заполню все сведения правильно и нужные КБК, и счет учета и все остальное. То есть в этом случае при загрузке и выгрузке операций по банку у меня будет экономиться время и я буду застрахована от ошибок. Еще одна тонкость. если я например не точно знаю как называется налоговый орган, то я могу использовать вот такую возможность. То есть вот здесь вот в это окошечко код налогового органа вносится код ну например там Калининград 3905 и дальше информация заполнится по этому коду. Не нужно будет сомневаться так или не так ввели данные по налоговой инспекции. Кроме того, что в платежных поручениях используются сведения про налоговую инспекцию, естественно эти сведения используются в регламентированной отчетности, ну например 6 НДФЛ, которая сдается именно по месту регистрации обособленного подразделения. Поэтому такие вот справочники лучше заполнять сразу, когда вы начинаете работать, чтобы потом не мучительно долго не сидеть с формированием например тех же платежек. Итак, считаем, что мы с вами заполнили основные сведения по нашей организации, по нашему юрлицу. Значит, это мы работали с юрлицом, вот например Абрамов ГС это у нас эпист, то есть это физическое лицо, как несколько лет раньше звучало предприниматель без образования юридического лица. А сейчас это называется просто индивидуальный предприниматель, по нему заполняются те же сведения за исключением того, что ИНН у юридического лица 10 знаков, у физического лица 12 знаков и КПП у индивидуальных предпринимателей отсутствует. Еще один так сказать небольшой подводный камень это во всех справочниках есть возможность поставить если ставим флажок логотип и печать то мы можем использовать Фоксимили и соответственно печать если она есть и какой-то логотип. Если против логотипов не возражает никто, ни одно официальное заведение, ни один контролирующий орган, то вот против печати и Фоксимили очень много разных споров уже давно насколько правомерно применение Фоксимили и так далее. То есть на самом деле официальная позиция что Минфина, что налоговых органов никакие документы особенно оформляющие движение товаров, денежных средств и договоров не может использовать Фоксимили. Должна быть живая печать и живая подпись. но судебная практика скажем так есть как защиту Фоксимили так и против. Поэтому если вам не хватает адреналина в жизни то Фоксимили можно попытаться использовать. Техническая возможность такая и есть. Ну и соответственно данные которые касаются не только налоговых но и ваших конкретных пенсионных и остальных внебюджетных фондов тоже можно внести в этом в этой карточке и опять же внести все коды и все сведения куда платить налоги. Это очень облегчает жизнь поскольку при налоговых платежах есть банки которые очень придирчиво относятся к заполнению к правильности заполнения налоговых платежей. Один из таких банков это СБИР то есть они обычно СБИР и ВТБ очень внимательно проверяют платежные поручения на перечисление налогов и взносов. Поэтому если мы в последующем не хотим с ними конфликтовать то лучше изначально все эти данные запомнить. Итак основные сведения по организации и организационную структуру мы ввели и хочу обратить внимание еще на одну плюшечку значит если мы находимся в самом журнале то можно через меню реквизиты вывести печатную форму ну например для отправки по почте еще хочу обратить внимание что в конфигурациях бухгалтерии практически во всех последних можно отправлять письма прямо сразу ну скажем так то что мы видим на экране мы можем отправить по электронной почте для этого тоже первоначально нужно сделать настройки то есть указать почтовые сведения если например организация работает через какой-то почтовый сервер в собственной организации то естественно эти данные лучше чтобы заполнил IT специалист но если у вас все попроще организовано то вы можете заполнить сами в сведениях про организацию тоже есть в этом случае вот я вывела сейчас на экран реквизиты предприятия и обратите внимание вот на пиктограммку конверта то есть в этом случае я могу нажать эту пиктограммку и сразу из программы отправить нужному человеку например какому-то своему контрагенту если у меня заполнены вот эти вот сведения то есть не вводя во внешний файл потом не используя почту подтягивая к ней этот выгруженный файлик прямо из программы это очень удобно особенно при формировании какой-то отчетности для банков чаще всего это касается кредитных линий то есть например отправить оборотки анализы счетов и так далее гораздо удобнее прямо из программы не заморачиваясь тем что эти файлы сохраняешь где-то там бережешь потом отправляешь это все в банк и потом расстраиваешься что у них стоит ограничение по объему и это не прошло все одной партии значит повторюсь администрирование мы с вами посмотрели в общем-то главное то что у нас на закладке главное основные сведения которые нам надо внести это определить функциональность программы внести организацию ее структуру то есть подразделение если у нас есть ввести учетную политику и для налогового учета и для бухгалтерского но практически оба печатных документа формируются по одному и тому же файлу если у вас в предприятии применяются какие-то нестандартные счета например использование субсчетов специальных то в этом случае в план счетов мы можем внести такие дополнения персональные настройки касаются уже личного удобства поэтому сейчас мы на них особо не будем заострять внимание и соответственно здесь информация про то что дополнительно можно почитать по программе помощь для освоения программы дополнительная информация ну это в основном верхняя панель меню то есть что мы можем отсюда выбрать и ну скажем так реклама какая 1С хорошая и почему ее обязательно надо использовать но она на самом деле очень хорошая очень комфортная то есть здесь реклама так сказать против нее не возразишь и значит меню главное знакомство с программой это практически достаточно полный перечень рекомендаций сведений информации и так далее то есть все-таки стоит если позволяет хоть немножко времени стоит на него обратить внимание и справочники то есть это уже так сказать более в концентрированном виде собранная информация которая касается всех разделов еще в разделе главное есть то на что мы пока не обратили внимание то есть это помощник ввода остатков если у нас например перенесены сведения из другой конфигурации автоматически то все хорошо нам сюда можно не заглядывать если же этого нет и если мы ручками переводим сведения то в этом случае есть вот такой помощник это на самом деле очень удобный формат но критичная вещь обратите внимание дата ввода остатков то есть обязательно нужно задавать дату ввода остатков ну и соответственно если вы используете забалансовые счета то их тоже ну то есть каждый пункт если мы используем то мы попадаем вот в такой вот интерфейс и здесь уже добавляем те остатки и ту аналитику которая у нас есть обычно чаще всего при начале работы самый большой вопрос касается именно перенос остатков и переноса аналитики потому что во многих старых конфигурациях это не совпадает или наоборот если все совпало то справочник бухгалтерии вот тройки гораздо больше информации содержит чем справочник такой же справочник например семерки поэтому по-хорошему после переноса данных если это было например штатными средствами перенесено обработкой то эти справочники нужно обязательно проверить и посмотреть на предмет соответствия то есть все ли заполнено все ли так сказать встало на место и так далее только после этого уже приступать к ведению учета плюшечка для руководителя это вот такой раздел руководителю то есть это в общем-то анализы и всевозможные расчеты которые дают возможность контролировать руководителю состояние предприятия без особых ну скажем так специфических знаний то есть чтобы не пугаться например слово сальдо или еще какой-то специальной бухгалтерской сленга бухгалтерского ну и собственно говоря отчетов здесь достаточно много начиная от финансового анализа продаж денежных средств расчета с покупателями и так далее и плюс новости то есть какие были изменения в законодательстве что в программе изменилось новое то есть практически все разделы учета у нас здесь есть но отчетность в упрощенном виде то есть никаких оборотно-сайтовых ведомостей там анализов счетов и так далее ну например вот по складу движения товаров сейчас это это достаточно простой отчет где бухгалтерская терминология то есть сальда и так далее заменено на достаточно привычное в быту остатки на начало остатки на конец приход расход и так далее то есть раздел руководителю содержит подробную достаточно информацию по состоянию предприятия но в привычной обычным руководителям и обычным пользователям без специфической технологии форме уже со специфической терминологии отчет у нас располагаются в меню отчет и практически то же самое мы видим уже в другом формате то есть здесь уже оборотно-сайтовые ведомости и шахматная ведомость и достаточно много другого еще в бухгалтерии есть очень интересные экспресс-отчеты сейчас мы один из таких отчетов посмотрим но есть на самом деле и отчеты которые помогают оценить правильно ли мы заполнили начальное сведение не забыли что-то очень важное и кончает тем что есть просто помощники которые помогают при составлении отчетности при анализе и так далее и того еще раз небольшой дайджест того что требуется сделать при начале работы то есть первое что от нас требуется это заполнить выбрать какую функциональность мы с вами используем задать параметры учета если есть подключаемое оборудование и соответственно если есть интеграция с какими-то другими программами которые связаны с маркировкой значит заполнить в меню главное заполнить организацию структуры именно организационную структуру предприятия если какие-то нестандартные налоги используются ну например касается резидентов могут быть какие-то налоги отменены какие-то наоборот присутствуют если это территориально обособленная какой-нибудь анклав и заполнить учетную политику план счетов редактируется в том случае если у вас есть нестандартные настройки то есть какие-то субсчета там например третьего уровня и так далее ну и персональные настройки это уже личное удобство то есть можно оставить те которые по умолчанию можно добавить что-то свое то есть это требуется минимально так сказать для того чтобы начать работать работать с документами работать с чем-то уже отражать какие-то хозяйственные операции еще немножечко пройдемся по самой структуре меню то есть например банк и касса то есть здесь есть платежные поручения требования и банковские выписки есть отдельно денежные документы кассовые документы и есть онлайн кассы то есть если мы используем ну какие-то например в сбербанке взяли в аренду кассовый аппарат онлайн то есть возможность в разделах есть свои функциональные ну как бы подсказочки то есть тематически если можно так сказать то что касается именно этого раздела и есть также раздел настройки который частично повторяет настройки которые мы вводили уже при работе с администрированием справочниками или чем-то остальным то есть точно так же есть справочник банков точно так же мы попадаем можем попасть в функциональность программы ну то есть дублируются определенные справочные реквизиты для того чтобы не прыгать между разделами и не искать в попыхах а где же я видел такой вот пункт меню продажи например то же самое дублируются определенные документы дублируются некоторые справочники и есть отчеты которые конкретно относятся к этому разделу и те же настройки которые если мы пропустили где-то на старте мы можем заполнить уже из текущего раздела то же самое касается любого справочника любого то есть любого раздела опять же есть настройки есть сервис если какие-то дополнительные обработки отчеты ну то есть практически если вы что-то пропустили при настройках при настройках первоначальных ну кроме учетной политики кроме структуры организации то это можно заполнить уже по ходу работы значит исключение это еще зарплата потому что сведения про сотрудников нужно либо перенести изначально либо заполнить ручками до начала работы ну а дальше здесь собственно говоря справочники настройки точно так же есть вот отдельным блоком и теперь мы с вами вернемся в меню отчеты то есть в этот раздел собраны практически все бухгалтерские отчеты и есть помощники то есть вот анализ учета вот здесь у нас расположены помощники очень интересные то есть экспресс проверка ведения учета это не бухгалтерская вот например возьмем нашего абрамова значит не возьмем потому что у него в этом году не было операции и опять же не возьмем то есть в этом случае у меня просто нету сейчас данных так сделаем значит я могу выбрать отдельно какой-то раздел учета могу выбрать все вместе и в этом случае проверка делается по документам которые никогда в других отчетах не присутствуют то есть если вот если он сейчас у меня найдет мы увидим отчет значит анализируется не только положение учетной политики или работа с документами анализируется например соблюдение кассового лимита получилось ну то есть вот положение об учетной политике по крестику мы можем раскрыть этот раздел и проверить что у нас заполнено что не заполнено ну вот отчет видите операции по кассе то есть обнаружены ошибки мы открываем и смотрим соблюдение лимита остатка денег в кассе ни один другой отчет ни в одной конфигурации не сравнивает бухгалтерские и налоговые документы с лимитами то есть этот экспресс проверка этот отчет позволяет найти скажем так организационные сложности организационные ошибки которые возникли либо при заполнении программы либо при ведении учета и самый вкусный пунктик это рекомендации то есть здесь мы видим документы в которых допущены ошибки какие конкретные ошибки и соответственно рекомендации что сделать чтобы эту ошибку исправить ну соблюдение лимита это задается лимит при первоначальных настройках банка и кассы а вот допустим операции ведение книг покупок и книги продаж по НДС вот это уже конкретно выявление ошибок которые возникли в ходе учета то есть не в первоначальных настройках а именно по ходу учета но видите допустим мы пропустили вот такой волшебный документ как формирование записи книги покупок то есть если по какой-то причине неправильно было произведено закрытие месяца неправильно были выполнены регламентные операции то в этом случае мы здесь увидим или например НДС с авансов то есть начислен или не начислен но мы все знаем что теоретически мы должны всегда при любом поступлении авансов начислять НДС но есть исключения то есть допустим если аванс закрылся в течение там 5 дней но программа вот эти вещи проанализирует плюс здесь есть рекомендации и можно перейти сразу в регламентные операции и посмотреть что мы сделали или добавить сформировать нужный документ например счет фактуру с аванса который мы пропустили то есть видите вот поступление на расчетный счет я могу через него попасть в документы то есть через вот эту табличку попасть в документ и внести сразу счет фактуру или могу через регламентную операцию даже попасть то есть видите достаточно подробный отчет достаточно визуально эффектный то есть позволяет зацепиться глазу и позволяет запомнить скажем так где и что было и имеет печатную форму то есть печатная форма документа может например прилагаться если это по делопроизводству для вашей организации определено что ее можно распечатывать на начало периода на конец периода ну то есть если требуется кроме этого волшебного отчета у нас есть еще очень два даже три помощника это анализ учета по налогу на прибыль анализ учета ОСН это в общем-то даже не просто помощник это хороший раздел который позволяет проанализировать данные для составления итоговой отчетности то есть декларации балансов и так далее достаточно трудный отчет который с помощью этого помощника происходит гораздо быстрее и комфортнее чем в обычных условиях и точно такой же помощник у нас есть по учету УСН то есть для упрощенцев и по учету НДС по учету упрощенки видите то же самое ну например если у нас были какие-то операции то вы сразу видите цифры которые будут отражены в декларации и если что-то вызывает сомнения непонятности то можно перейти и посмотреть и точно такой же раздел у нас есть касательно НДС то есть тоже один из самых сложных налогов и вот по этому помощнику можно посмотреть не пропущены ли какие-то начисления все ли вычеты приняты ну то есть проверить предварительно предварительно это декларация по НДС с расшифровкой и с возможностью посмотреть в разрезе документов то есть если здесь сформировались какие-то цифры то можно в эту цифру войти и перед нами откроется реестр документов которые составили суммы по которым составили эту цифру наглядно видно что например не вошло что вошло в этом случае во всяком случае это наиболее часто применяемые отчеты наиболее комфортные но есть еще один такой очень интересный отчетик это оценка риска налоговой проверки это уже не бухгалтерские не налоговые то есть в этом случае программа анализирует наличие на разных сайтах например там каких-то производств ну то есть сравнивает например зарплату с установленной минимальной зарплатой или превышение лимита по упрощенке например по объему ну то есть проверяет те параметры которые используются например в налоговых инспекциях для составления реестра предприятий которые попадают под проверки или попадают в группы риска и соответственно можно посмотреть к каждому пункту можно посмотреть комментарии почему почему это попало в этот раздел и что требуется для того чтобы предохраниться от такого процесса и еще два мы уже скорее всего не успеем их подробно посмотреть это проверка по полноте выписывания счетов фактур полученных ну Абрамов у меня точно без НДС работает то есть помогает посмотреть если например было приходование поступление например каких-то материалов и в самом документе у нас выставлено что счет что НДС например 20 процентов а счет фактура на него не введена то есть либо она физически отсутствовала в момент поступления либо поторопились и ее не ввели ну то есть она в этом случае будет здесь отражена и будет возможность посмотреть что же это в самом деле был такой то есть это ошибка человеческий фактор или это отсутствие документа его надо запросить у партнера ну собственно говоря позволяет проконтролировать чтобы все было значит анализ учета это вот у нас такой административно управленческо финансовый блок который позволяет поймать ошибки исполнителей ошибки переноса или еще что-то ну на начальных стадиях то есть если это делать каждый месяц перед закрытием месяца ну во всяком случае анализ по налогу на прибыль например по украшенке то в этом случае регламентная отчетность становится гораздо легче формируется быстрее и без таких вероятных ошибок очевидных скажем ошибок еще один очень удобный сервис который в принципе очень популярен и облегчает жизнь это личные кабинеты то есть из личных кабинетов если здесь зарегистрировать личные кабинеты например налоговую инспекцию ФСС пенсионный фонд ну то есть в организации которые которые сдаются отчеты то в этом случае очень комфортно можно делать и сверки по платежам бюджет и например отслеживать ФСС личный кабинет отслеживать принято непринятое заявление по больничным листам например записываться на прием в разные инспекции и так далее плюс соответственно если сдаются электронные листки нетрудоспособности их сразу можно проверить вот в личном кабинете по ФСС плюс есть Росприроднадзор это отчетность по НОМОС то есть по охране окружающей среды и статистика то есть ну например в этом году у многих эпистов была сдача статистической отчетности которая сдается раз в 5 лет то есть многие не знали многие забыли а многие и вообще как бы не слышали ну вот если вы зарегистрированы в личных кабинетах то у вас там по-любому появится напоминание появятся ссылки где же найти такую форму что там должно было быть написано ну то есть это дополнительная страховка от рисков что-то не сдать и нарваться на какие-то штрафы плюс из этого раздела можно выдать письма запросить сверки ну достаточно много всяких возможностей это удобно и экономит время на поиск по сайтам поиск по разным другим источникам для того чтобы этим воспользоваться нужно просто первоначально в каждом из этих разделов установить расширение и пройти регистрацию ну то есть зарегистрироваться на сайте в налоговой инспекции в том же пенсионном фонде ФСС в этом случае после того как вы все регистрации заполните у вас обычная работа по сдаче отчетности по сверкам будет гораздо проще и комфортнее ну вот собственно основное если можно так сказать мы с вами обговорили к сожалению осталось практически не осталось времени на то чтобы ответить на вопросы но если вопросы какие-то возникли то я буду очень рада если вы обратитесь к нам в письменном формате мы постараемся ответить всем желающим постараемся подробно ответить на любой вопрос и будем рады если сможем помочь вам в запуске во внедрении выполнении каких-то дополнительных разработки отчетов документов ну то есть помочь вам освоиться в программе и вести в ней комфортный отчет компания Кодерлен благодарит вас и я в том числе так сказать от своего лица благодарю вас за то что вы нашли время и проявили интерес к нашей информации всего доброго до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...